Ингушет 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 получать результат. Но здесь вот у нас представлена, работа представлена на стадии завершения. Мы скажем именно, что орнамент сшивается в виде инкрустации. То есть это свалено два раздельных полотна, вырезается одинаковый орнамент, вставляется между собой и образуется вот такой вот хехта-ферт. Хехта это значит соединенный, объединенный и так далее. Поверх него сшивается шнур. Наши мастерицы, которые на предыдущем курсе научились валять в такой технике, сегодня занимаются вот этой вот техникой. Бесплатные мастер-классы проводятся в рамках проекта «Орнамент-символ жизни. Возрождение войлочного искусства ингушей», который в 2019-м получил поддержку фонда президентских грантов. Они организованы ингушским историко-географическим обществом «Дзурцуки». Здесь начинающие мастерицы учатся всему от валяния шерсти до изучения истории ковроделия. «Процесс и вообще это занятие мне очень нравится, как и всем девушкам, женщинам, которые вместе со мной обучались, которые сегодня начали первый урок второго курса. Очень сырье, очень мягкое, благодатное, с ним очень интересно работать. Разные цвета, подбирать можно различные композиции. У нас очень много старинных орнаментов, и вот по этим орнаментам мы можем их воссоздавать». После депортации ингушей в Казахстан и Среднюю Азию древние искусства стали забывать, а вот возрождалась эта культура с миру по нитке. Впервые в Турции вышла в свет книга про истинги, в которой на фоне глянцевых цветных иллюстраций описана история старинного ковродкачества. Автором этой книги является руководитель ингушской диаспоры в Турции Салман Бештой. Благодаря ему фонд музея изобразительных искусств в республике пополнился новым бесценным экспонатом. Он преподнес в дар музею старинный войлочный ковер «Истинг». «Культура – это история нашего народа. Поэтому, когда этот ковер у меня хранился, я всегда думал об этом, что наша история должна на том месте, где наш народ живет, сохраняться. И ради нашей истории, ради нашего народа я решил привезти этот «Истинг» сюда, домой, туда, где его место настоящее». Идея возродить древнее ингушское искусство появилась и у Зейнеп Барахоева. Еще один кружок изготовления «Истингов» появился в 2018 году на базе Дома народного творчества. За каких-то два года отсюда вышло 18 полноценных ковровщиц. Сейчас искусство с многовековой историей постигают 30 учениц. Возраст тут не показатель. Заняться традиционным ремеслом никогда не поздно. А еще войлок – это прекрасная основа для картин. За них здесь отвечает Хава Бесаева. Войлочное валяние она освоила всего год назад. Но ее уже смело можно назвать искусной мастерицей. На одну такую работу у нее уходит не более трех часов. Свои знания она передает воспитанникам. Хава еще и преподаватель истории. Чем тоньше мы разложим, шерсть в нашу основу, тем лучше и нежнее получится у нас картина. Дальше я уже сделаю как стебли из темного цвета. Тоже шерсть. Натуральная шерсть. Это природные цвета. Это некрашенные коричневые, белые и черные у нас природные цвета. Я разложу стебли. И вот у меня уже есть заготовки, заранее сделанные нашими детьми. Из него я буду уложить уже ягоды калины. Сегодня, когда на смену войлочным коврам повсеместно пришли искусственные, такие занятия, как дань памяти предкам. А ведь еще не так давно не было ни одного ингушского села, где женщины не владели бы ремеслом изготовления удивительных по своей красоте истингов. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, канал Олив, Ингушатя. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok